В хоккее играют настоящие мужчины. В Ненецком округе стартовал 10-й сезон ночной хоккейной лиги. Игры проходят в 4 круга. Каждая команда должна по регламенту сыграть не менее 15 матчей. Затем встреча в плей-офф, полуфинал и финал. Победитель традиционно отправится в Сочи отстаивать честь округа. На льду встречаются хоккеисты команды Арктика и Трут. Ночная хоккейная лига существует уже 10-й сезон. И Ненецкий округ принимает участие в ней практически с самого начала. Борис Зазуля играет в этом сезоне за Арктику. Хоккеем спортсмен занимался в детстве. Во взрослом возрасте решил возобновить тренировки. Моя команда не заявилась в этом году. Это Росомахи. И я играю за парней из Арктики. Как оцениваешься? Шансы у всех равны. Все ребята классно играют, все катаются, все уважительно. Ну, хочешь победить, ты победишь. Максим Попов из команды соперников. Трут уверен в силах своих товарищей. Трут два прошлых сезона был в лидерах. А это значит, принимал участие в играх в городе Сочи. Причем весьма успешно команда заняла второе место. Борьба сейчас немножко посерьезнее. Допустим, команда «Полярные волки». У нас всегда с ними соперничество. В этом сезоне они как бы более подготовлены. И борьба с ними всегда накал, напряжение, волнение. Свои коррективы в спортивный график хоккеистов ночной лиги сполна внесла пандемия. Тренировки начались только осенью. Однако к началу сезона спортсменам все-таки удалось войти в форму. У них было полгода подготовиться. Считаю, за это время они много наверстали. Игры пока что проходят хорошо. Борьба равная, результат непредсказуемый. В Ненецком округе уже прошел первый тур ночной лиги. В нем встретились команды «Трут» и «Полярные волки». Игра прошла в ничью 4-4. Второй матч между «Нефтяником» и «Арктикой» закончился победой «Нефтяника» 5-3. Первый матч у нас был зрелищный, очень зрелищный. Второй матч был тоже зрелищный. Не могу сказать, что не зрелищный. Команда «Нефтяник» вела с счетом после двух периодов 5-0. Ну и «Арктика» включила только играть в третьем периоде. Забила три гола. Могли еще забить. Там тоже было. В целом матчи проходят достаточно зрелищно. Единственный минус – из-за ограничительных мер присутствовать на них нельзя ни зрителям, ни болельщикам. Сегодня фаворит, конечно, это команда «Трут», так как у нас в Арктике ветераны играют. Там более по-старшему команда. Игры ночной лиги продлятся еще два месяца. Команда-победитель по итогам соревнований отправится в город Сочи защищать честь региона. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север».